Уважаемые делегаты, генеральный директор, ваше превосходительство, уважаемые участники. Мне, министру сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии, выпала большая честь выступить от имени своей страны. Австралия имеет богатую историю сельского хозяйства. Аборигены Австралии, жители островов Таресова пролива, традиционные владельцы нашей земли, являются нашими первыми фермерами, рыболовами, лесоводами, у которых мы до сих пор можем многому научиться. Выражаю признательность и почтение коренным народам со всего мира, включая тех, кто участвует в работе конференции на этой неделе. Я благодарю ФАУ за то, что на конференции этого года основное внимание уделяется теме управления водными ресурсами. Как вы, возможно, знаете, Австралия – самый засусливый обитаемый континент в мире. Мы не понаслышке знаем о ценности разумной водной политики, которая обеспечивает прозрачное, предсказуемое, устойчивое использование управления жизненно важными ресурсами. Мы будем рады делиться нашим опытом в повышении эффективности использования воды в сельском хозяйстве на этой неделе. Конференция ФАУ – это возможность собраться вместе и рассмотреть глобальные проблемы, влияющие на сельское хозяйство. Она позволяет нам коллективно обсудить и предпринять шаги для обеспечения того, чтобы наши обработанные жизненные системы могли поддержать повестку дня ООН на период до 2030 года и помочь в достижении ЦУР. Проблемы и движущие силы отсутствия продовольственной безопасности, изменения климата, последствия COVID-19, рост цен и конфликты всем известны. И хотя эти проблемы огромны, они не являются непреодолимыми. Австралия осуждает незаконное и аморальное вторжение России на территорию Украины, которая продолжает усугублять кризис наличия доступности и продовольствия по всему миру. Мы призываем Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины и прекратить войну. Решения для улучшения сельскохозяйственного производства и более устойчивого производства агропроизводственных товаров действительно существуют, и они создают основу для более светлого будущего. Я горжусь инновациями, внедряемыми австралийскими фермерами. Они сокращают выбросы, повышают устойчивость, адаптируют свои методы для обеспечения долгосрочного роста производительности, делая вклад в глобальную продовольственную безопасность. Не существует универсального подхода, но австралийские фермеры используют точные методы применения удобрений, улучшают методы управления почвой, сокращают использование воды, внедряют гибридные технологии, снижающие выбросы. Они предпринимают реальные действия для повышения производительности и одновременно адаптируются к последствиям изменения климата. Наши фермеры лидируют в этом направлении. Наши предприятия по производству свинины, красного мяса взяли на себя обязательство обеспечить углеродную нейтральность к 2025 году и к 2030 году соответственно. И мы поддерживаем их. Австралия в настоящее время является партнером, который взял на себя обязательство достичь чистого уровня выбросов к 2050 году. И мы по-прежнему глубоко обеспокоены на свой бой миллионов людей, испытывающих острую нехватку продовольствия и крайний голод по всему миру. Мы хотим добиться нулевого уровня голода в мире и ответить на усугубляющийся кризис. Именно поэтому Австралия намерена сотрудничать с ФАО для разработки внедрения наших устойчивых и климатически разумных практик на международном уровне, в том числе в Юго-Западном Тихоокеанском регионе. Именно поэтому Австралия продолжает поддерживать международных партнеров в борьбе с распространением вредителей, болезней, которые угрожают средствам к существованию и продовольственной безопасности. Именно поэтому мы должны обеспечить более широкое вовлечение коренных народов, женщин, молодежи в агропродовольственные и продовольственные спецовые цепочки. Именно поэтому мы призываем к сокращению и перифлированию сельскохозяйственных субсидий, искажающих торговлю и наносящих вред окружающей среде, которые подрывают усилия по развитию устойчивого сельского хозяйства. Как страна, экспортирующая более 70% своей сельскохозяйственной продукции, Австралия признает ценность свободной и открытой международной торговли. Это необходимо для поддержания стабильного и рентабельного глобального снабжения продовольствием. В условиях растущей изменчивости климата и стихийных бедствий, частых вспышек вредителей и болезней, засухи, наводнений, которые чаще влияют на производство, торговля стабилизирует поставки и обеспечивает ценный доход фермерам, которые могут инвестировать в постоянное улучшение своих практик. И, наконец, я хочу высоко оценить работу ФАО по поддержке мировой торговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе посредством технической нормативной экспертизы. Как никогда ранее Австралия готова совместно работать со своими партнерами и мировым сообществом для обмена решениями, направленными на достижение стратегических целей ФАО, улучшение производства, улучшение качества питания, состояния окружающей среды, качества жизни. Благодарю вас.